добрый вечер мы с вами возвращаемся на много лет назад то что вы сейчас увидите вошло в классику мирового бокса вот этот поединок взглядов предшествовал самому знаменитому бою 79 года 1979 года шугар и леонард в бою против чемпиона мира был фреда бенитеса леонард в белых трусах бой за звание чемпиона как я уже говорил в полусреднем весе к этому времени все уже понимали что шугар и леонард это восходящая звезда не только американского мирового бокса и бенитес несмотря на свою носительную молодость невероятно опытный боксер на профессиональном ринге 17 лет боец искусный внимательный и очень опасно его контрудары шугар рей леонард это панчер несмотря на его такую стройную фигурку одухотворенное лицо большеглаза это боец обладающий жесточайшим ударом с обеих рук пластичный гибкий непредсказуемый многие считали что этот парень по таланту сравним с самим мухаммедом али и так оно и было в то время на профессиональном ринге вот в эти семидесятые восьмидесятые годы бушевала так называемая большая война война полусредневесов и средневесов какие-то были имена помимо леонардо роберта дюран каменные кулаки марвин хаглер антон фирма там множество других имен я думаю несправедливо ныне забытых но тогда все взгляды были притянуты к рингу в лас-вегасе в том самом ноябре 1979 года потому что решалась судьба одного из самых важных титулов полусреднем весе титула чемпиона мира по версии всемирного боксерского совета принципе как и сегодня никому это было неважно по какой версии выступает боксер главное кто они и как себя ведут в ринг на тот момент многие считали что это два лучших бойца в мире в этой весовой категории напоминаю что в те времена бой за звание чемпиона длился 15 раунд многие сейчас считают что сокращение этого боксерского марафона до 12 раундов осложнила обстановку потому что нечетное количество раундов тогда в общем давала возможность судне судим легче определить победителя если бой был равен пока что не так много ударов в этом раунде идет взаимная охота каждый знает что стоит противник но поскольку каждый но каждый из этих бойцов действовал от положения не по шаблону и поэтому все ждали неожиданность ждали этого и боксера леонардо к тому времени было 25 побед без единого поражения третий раунд и вы наверно уже обратили внимание что они как-то схожи по своей манере сильнейшее оружие в элфредо бенетеса это контрудар леонард это знал поэтому выманить его на необдуманные действия было очень сложно а вот леонард пытается это сделать если вы последите за тем как он стоит как он опустил левое плечо левое предплечье перчатка ниже пояса опущена казалось бы все против школы боксерской он успевает поднять кулак ударить всадить жесткий джеб в цель объет он действительно очень жестко и бенетес понимает что его провоцирует на атаку справа леонард избрал тактику ту самую которая всегда придерживался сам чемпион лучше такое левая рука леонардо жесткий точный и очень кстати говоря своевременную да умение рассчитать время для своих действий в этом леонард был не превзойден у бенетеса 35 побед и ноль поражения всего лишь одна ничья вы видели казалось бы легкий удар слабой рукой но насколько взрывной точный в углу у леонардо знаменитый анджела данди великий тренер который сделал чемпионом мухаммеда али и еще 12 бойцов стали чемпионами мира под его руководством данди не работал с посредственностью если он в углу какого-то боксера считаете что это потенциальный победитель не решается бенетес не решается атаковать пытаются действовать в ответ но как можно сработать в ответ когда удар летит с фантастической скоростью леонард бьет настолько быстро что опытный бенетес которого тоже со скоростью все в порядке не успевает увернуться исход боя для многих экспертов под большим вопросом потому что все понимали силу бенетес силы перед боем считались настолько равными что в общем здесь как в бою тяжеловесов первый же удар может закончить был первый чистый проведенный удар кстати сравнение с тяжелой весовой категории это был самый дорогой бой если не считать бой в супер тяжелой весовой категории с участием мухаммеда али за всю историю вот таких небольших весовых категорий 2 миллиона двести тысяч вот сколько стоил этот бой для обоих боксеров по тем временам это были огромные деньги похоже что бенетес не представляет загадки для леонардо он уже раскусил все его трюки он понимает что обострение может прийти только в том случае если удастся зацепиться за него ударом издали этим самым джебом который уже отправил единожды бенетеса на пол в этом бою просто так длинная атака с дальней дистанции ничего не принесет видите леонард вытягивает как боксеры говорят на себя бенетеса провоцирует его на шаг вперед бенетеса понимает что может за этим последует его сильное оружие удар справа но стоит его только отвести кулак от подбородка туда немедленно врезается левый джеб бенетеса сковал это грозное оружие бенетеса леонард вот сейчас рискнул бенетес ударить справа хороший раунд для леонардо насколько точно выбирает дистанцию за счет короткого шага леонард Буквально на какой-то сантиметр-два смещается при атаке противника, и удары Бенитеса летят в воздух. Буквально на какой-то сантиметр-два смещается при атаке противника, и удары Бенитеса летят в воздухе. Быстрее и жёстче, чем противник. Столкновение головами, да. Очень неприятный эпизод. Рассечение, да ещё где? На лбу. Спорт. Немного сейчас не позавидуешь. он сейчас в таком положении что рефери в случае чего может его просто снять сбор с одной стороны как будто бы нужно обострять другой стороны это опасно потому что в случае неудачи можно нарваться на удар или просто шов этот разойдется а там швата нет виноваты оба в этой незадачи в этом столкновении леонард не тот боксер который будет метить в рану противника ему такая победа не нужна это парень самолюбивый амбициозный он практически никогда не прибегал к грязным трюкам в бою за всю его карьеру ему нужно доказать свое превосходство во всех компонентах левый кулак леонардо в цель все-таки с какой фантастической скоростью летит левый кулак леонардо в цель леонардо очень четко поставлен вот этот самый левый крюк то очень опасное оружие этого бойца бьет очень хлестко вы наверно по звуку слышите насколько это сухой жестокий отрывистый удар да никак винитость не подберется ведь он очень опытный боец но видите он словно приклеил к подбородку настолько он остерегается этого левого крюка противник бенетес боксер универсальный он может делать все и на всех дистанциях и почему он сейчас не делает не рвется в среднюю дистанцию это загадка вот а а а восьмой раунд преимущество леонардо не знаю как вам показалось у меня сложилось впечатление что бенитес не выиграл не то что ни одного раунда ни одного эпизода самое интересное что до этого боя шугар рей леонард никогда не боксировал в течение 15 раунд возможно бенитес это знает и на это рассчитывать но не похоже что леонард способен устать он по-прежнему быстро скорость ничуть не упала прошло половина боя половина боя прошла и в общем то вот этот обстрел издали эти джебы острые удары левой рукой с дальней дистанции пока то что леонардо нужно леонард действует в контратаке на средней дистанции только в том случае если противник сам туда проходит пока что он не прорывается как видите сам не ищет этой дистанции его статус-кво устраивает леонард провоцирует противник он понимает что бенитесу ничего не остается как наступать странным образом тогда все сделали открытие все считали что бенитес из-за своего опыта опыта в общем у него больше боев на ринге чем у леонардо гораздо более искусный боицы все видели его эффектные победы его точные внезапные контрудары которые приносили ему успех так вот всех удивило именно техническое превосходство леонард оказался на пол головы будем так говорить выше чемпиона мира в этом компоненте бенитес пытается завязать перестрелку издали но его атаки справа видны леонард их прочитывает заранее леонард их прочитывает заранее в этот момент боксер способен на необдуманные поступки пытается переломить переломить ход боя и вот в этой войне нервов видит состояние противника как правило выигрывает конец этого раунда бенитес пытается действовать более решительно неожиданность со стороны леонардо спорт в атаке и и и и и и и и и да как будто бы эти бойцы похожи друг на друга и по манере и по техническому оснащению и ростом они одинаковы по 175 сантиметров но насколько леонард быстрее улыбкой пытается скрыть бенитес свое разочарование раздражение тем как складывается бой а впереди еще шесть раундов настоящий боец не теряет надежды до самой последней секунды бой в десятом раунде в эльфредо бенитес идет ва-банк начинает атаковать издали справа уже не опасаясь встречного левого крюка чем жестче чем акцентирование пытается бить бенитес тем взрывнее и действует его против это вот фирменный стиль леонардо уметь опередить противника буквально в момент когда тот пытается стартовать только бенитес зарядился на атаку только подсел только готов вытолкнуться ногой леонард опережает его серии да и вот сейчас наконец-то счастье улыбнулась бенитесу он проводит свое право поточнее неизвестно как бы дело повернулось неизвестно как бы дело было неизвестно как бы дело сжима вернулись на три да на три Отбиваться от противника, сместиться, сбить его с прицела. Вот это хороший раунд для Элфреда Бенитоса. Как Бенитос сейчас устоял, просто поразительно. Вот этот перекрестный удар справа, казалось бы, настолько внезапно и мощно он пошел в цель. В средней дистанции пытается поискать счастье чемпион. Но не очень получается, потому что Леонард тут вяжет, сковывает его и отвечает тут же. Бенитос, конечно же, рискует. Вы помните, у него было в начале боя рассечение очень серьезное. Здесь, вот в этом сумбуре, в этом размене на средней и ближней дистанции, очень легко снова заполучить травму. Прежняя рана может разойтись. Вот чего надо опасаться Бенитосу. Вот этого левого крюка больше всего. Очень часто Леонард делает виск. Ему нужно принять исходную позицию на долю секунды. Завернуться для мощного удара левого. Ну и справа он ударить может остро. Конец раунда застает обоих бойцов в размене. Двенадцатый раунд в наши дни. Это был бы финальный раунд чемпионского боя. Но тогда напоминаю, формула боя за звание чемпиона состояла из пятнадцати раундов. Так что тут еще все может произойти. Леонард выглядит как будто это только начало боя. Такой же свежий, острый, ненапряженный, абсолютно свободный. И по-прежнему опасный. Бенитос понимает, нельзя дважды в бою против Леонардо повторять одно и то же. Противник обязательно накажет за это. Но чем удивить противника? Тут в этой перестрелке издали, конечно, Бенитос в чистую проигрывает Леонардо. Вообще смена дистанции происходит только по воле Леонардо. Если он не хочет, он Бенитоса не пустит туда. Поближе. Поближе. Это очень легкий бой для боковых судей. И Бенитос тоже свеж, как будто бы не устал совершенно. Тринадцатый раунд. Бенитос начинает с атаки по туловищу. И снова с попыток войти в среднюю дистанцию. Мощно действует Леонардо. Самое главное, не спешить. Никакой суеты. Даже в самых сложных положениях. Атака правой в голову. Вот она и последовала. Леонард садится вниз. Целит в туловище. И всем своим видом показывает, что туда будет атаковать. Справа. Вот чего не ожидал Бенитос. То, что это будет удар левой на скачке. Бой пока что идет полностью по сценарию Леонардо. Он еще ни разу не взвинтил темп. Ни разу не стал действовать мощно и сокрушительно на протяжении длительного времени. Он это может. И ни разу Бенитосу не удалось использовать свой знаменитый контрудар справа. Вот сейчас к концу боя В некоторых эпизодах Все это выглядит несколько односторонне. Казалось бы попал сейчас Бенитос слева. И получил в ответ. Сейчас пойдет предпоследний раунд. Бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе. Несмотря на разницу в опыте Леонард выглядит более зрелым Более опытным и более расчетливым бойцом Чем Бенитосу Которого гораздо больше боев на профессиональном риме Мощная и очень удачная атака Бенитоса Беннард понимает Расслабляться нельзя Бенитос может наказать До чего быстро пролетает время В каждом раунде Казалось бы Ничего такого фантастического В Моге не происходит В то же время Вот эта тонкая игра Это напряжение Которое создает в основном Леонард Оно В общем Держит публику в состоянии Такого повышенного внимания Все понимают Что ничего еще не кончено Пятнадцатый финальный раунд Бой за звание чемпиона Конечно Леонард постарается обострить этот раунд Нужно закончить этот бой досрочно Единственный выход для него Провести мощный удар Но не надо забывать Из этих двух Жестче бьет Леонард Он бьет жестче Точнее и быстрее Большой риск Для Бенитоса Это обострение В конце боя Ему нужно помнить Помнить и опасаться Вот это оружие Грозное оружие Леонардо Левый крюк Он бьет мощно Только наверняка слева И сейчас он уже В силу всаживает слева Один удар слева проходит Бенитос Все равно идет на обострение Вот это концовка Фантастическая концовка 15 раундового боя Как будто и не было этого марафона Первая попытка Жестко ударить слева У Леонардо Не проходит А вторая проходит Вот такая Жирная точка Вернее Восклицательный знак В конце Потрясающего по напряжению Боя за звание чемпиона мира Шугар Рей Леонард Заканчивает бой Техническим нокаутом И становится чемпионом мира В том далеком В 1779 году А я прощаюсь с вами И желаю вам всего доброго До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok